Налогового органа Если сумма НДС зависит от цены товара и она видна не только поставщику и покупателю, но она понятна также налоговым органам, и они всегда будут начислить налоговое обязательство. Если вы не знаете сумму, то зарплаты и проверки никто поступить не может. Налоговые органы не могут начислять предприятиям НДФ о зарплатах и проверках, потому что никто точно не знает о тех проверках. Так, мы с вами должны понимать, что предприятие, которое оплатит неофициальную зарплату, государство об этом может знать, но для того, чтобы проводить проверки и отправлять налоговые решения и заставлять предприятия доплачивать зарплатные налоги, налоговый орган может сдать точно до копеек ту сумму, которая выплачена неофициально и с которой не выплачены налоги. Так, практически невозможно установить. И даже если один такой наркотик обратиться с жалобой и расскажет, сколько он получал проверки от зарплатного предприятия, науковая инспекция это не поможет, потому что налоговый не занимается начислими налоговых обязательств, а потом судебными процессами под их ресурсом, как неофициальная зарплата налогового человека. А пояснение аргоника такого, где дают налогового органа, удостоверили информацию о том, сколько активной зарплаты получают другие, науковые деньги, его уровни или больше. То есть вы понимаете, теперь она на то и петь, что официально с этим морозом служит в органе. Что пытается делать с этим Минфин, государство, и что нас ждет в ближайшие несколько лет? В ближайшие несколько лет нас ждет перенос акцента с администрирования бизнеса на контроль денежных оборотов и денежного имущественного состояния граждан, у которых в конечной итоге оставили деньги бизнеса. То есть если раньше мы всегда налогового органа, результатов всегда искала налоги даты приятных, налогопивых, НДС, а также зарплатные налоги требовало, чтобы платила предприятных в налоговой одет, гражданных никто никогда не трогался. Хотя те же бизнесмены, которые зарабатывают деньги на своем бизнесе, выводят наличную форму и хорошо живут, это те же граждане, которые, в большом счете, должны будут уплачивать налоги из своих заходов. То есть сейчас идет постепенно перенос акцента с контроля на бизнеса, контроль над гражданами. Почему? Где это можно увидеть? Почему я говорю, что такое происходит? Ну, во-первых, финальное ограничение объема предельной платки наличных расчетов. Вы знаете, что уже больше года существует такое ограничение, сто пятьдесят тысячная, которое планирует уменьшить, есть проекты, предполагающие уменьшение до 50 тысяч, возможность граждан платить за товары, работу, услуги. Это означает, что не только развивается банковский сектор, это означает не только то, что Примодбанк и другие банки, которые активно предлагают гражданам пакетчика, будут больше зарабатывать, но это также означает, что государство будет видеть через банковскую систему, будет видеть, уже видеть до скорого времени, еще лучше, будет видеть практически все денежные решения, денежные расшеты по спектрам. Но граждане малообеспечены, и граждане среди в городе государства пока не инфицируют, это неисточное новое восприятие, но чем богаче человек, тем больше будет инфицироваться его реальные доходы, а теперь посвенными методами, или мы не методами, а посвенными, будем определять объемы его расходов по этим карточкам в банковской, особенно если эти суммы будут уменьшены. То есть вот этот вот момент, ограничение наличных расчетов граждан, возможность государства видеть, сколько отходов где-то, людей, реально где. Второе, это деньги на сферу комбарда, или расширение сферы деньги на сферу комбарда. Это то, что выведение наличных расшетов из тени, это позволяет не только следить за тем, сколько зарабатывают предприниматели, но как же отслеживать, то, что у кого покупается, какие сферы. Ну и в конечном итоге, в конечном итоге, в районе должны быть в той или иной мере видны посвенными методами отделения доходов граждан. Такие законопроекты есть, они проверялись еще несколько лет назад, активно обсуждались год назад. Если вы помните, такой законопроект, который тоже готовился к пакету налоговой реформы, а не только на сферы, как экономическая амнистия и налоговая амнистия и увеличение методов отделения доходов граждан. Или у него инфраструктуры, если вы слышали о том, что нет. Пока этого закона нету. Но если думать, что в районе возрасте это будет, и когда такие меры будут валиться, что ждет нас с вами? Первое. Нас с вами ждет. На с вами имеется это, опять же, в первую очередь для людей, у которых много денег. Они в сфере не будут глядятся за покупателями магазина СИПО, а если они будут, то, сколько нового года их нет. Доходы будут происходить на уровне покупки недвижимости, апталлопилий, предметов, роскоши, земли, нервы, изгибы и так далее. И постепенно эти годы доходы, которые контроля будут снижаться. Механизмы, которые будут подъявляться, с той целью, чтобы определить науковое обязательство граждан, безвиз как налоговладельщиков, а разными налоговладельщиками, которые получают доходы, должны платить налоги. На сегодняшний день налоговое царство, как правило, облачивается налоговым агентом, не обменяется, а в налоговом агенте с тех же налоговым агентом. Но в реальности, в своей понимании, у граждан доходы гораздо лучше, чем те, которые описаны им планируются. Момент получения дохода государство снижать не может, и не может это сделать всегда. А вот расходы человека от СИИ может, если закончить. Ну, по тем, о которых я уже говорил. И вот подственный эффект или доходы граждан, которые существуют в области сниженых странах, это вот говорят, что если у вас есть миллион расходы, то, значит, вероятно, вы получили его в качестве дохода. А за доходы нужно было платить налог. Еще раз повторюсь, пока этого всего еще нет. Много журналистов любят писать об этом, кто-то читает какую-то информацию в интернете, кто-то всегда приходит, только мне под предложение, что-то бухгалтер, говорит, что же мне делать, через меня внести уставные вводные криятия 500 тысяч евреев, и наш лист сказал мне, что я должна была эта сумма ранее задекларирована какой-то другой декларации в частности за должность в их налогах. Но такого нет. В страшилке, если вы никогда не читали, это говоря, я не слышал. Не существует на сегодняшний день еще закона о послении петра, не существует никакой экономической области и награды, пока закон не прият, и на сегодняшний день в Украине не существует механизма для защитить гражданину налоговую обязательность в связи с того, что он подразил большие суммы. В Украине его механизма не существует. Если вас вводят на то, что вы подразили за 100 тысяч, вы всегда можете сказать о нем не более подложенных в ту, в 4, в свободе и в свободе. Я вкладывал для всех, я готовил его двое слово. Это понятно. Редактор субтитров А.Семкин